доброго времени суток друзья приветствую всех на канале эрзон game буквально вчера на свет родился еще один новый проект построенный на базе игры gta 5 расположенным на мультиигровой платформе речь мультиплеер и называется он алекс рождение же данного проекта было очень тяжелым видимо не обошлось и без кесарево сечения но в конце концов все-таки рождение состоялось и этот новый испеченный проект вышел в свет и он ждет своего игрока но как я и сказал рождение было очень тяжелым проект переносился открытие проекта переносилось несколько раз я пытался зайти ничего не получалось посты менялись то они открываются то они опять ищут какие-то недоработки то у них проблемы с айпи адресом была куча куча разных проблем но в конце концов у них все-таки получилось и они открылись я же после каждого поста пытался зайти и посмотреть на проект и вот то что вы сейчас видите это один из моих заходов на этот проект то есть на него можно было зайти но только дальше ничего не происходило пустая карта ты стоишь непонятно где но и таких вот открытие у них было три штуки подряд ну как я сказал в конце концов все-таки открылись ну давайте уже поподробнее посмотрим на этот проект если смотреть и начинать разбирать этот проект с группы вконтакте например да то мы видим что это уникальный мод уникальный то есть не имеющий аналогов что конечно же меня удивило потому что исходя из информации получены в интернете разработка этого проекта началась чуть больше двух месяцев назад и при такой скорости здесь должны были трудиться профессионалы программисты высшего уровня день и ночь чтобы сделать за два месяца уникальный мод и если исходить из группы вконтакте с новыми возможностями естественно что мне захотелось посмотреть на этот проект неужели действительно нашлась хорошая слаженная группа специалистов которые сделают уникальный интересный мод хотя по их открытию этого вообще не скажешь но давайте заходите смотреть естественно первым делом это меню персонализации ну и вот тут начинаются какие-то странные трудности этого проекта помимо того как они долго открывались рожались вот то что мы сейчас видим вот так вот выглядит меню персонализации но если мы начинаем выбирать персонажи да вы видите в правом в правой стороне можно выбрать персонаж 1 персонаж 2 персонаж 3 третий персонаж естественно донатный выбираем первого или второго но если вы нажимаете на эти ставочки первый персонаж или второй персонаж меню кастомизации пропадает больше вам не предлагается ничего кастомизировать и не предлагается даже сделать персонажу имя все пропало сломалась все до свидания даже персонаж у поняв это обиделся и ушел после чего игра у меня зависла да наверное все-таки профессионалы высокого уровня работали над этим проектом но рано судить рано ладно перезаходим еще раз в игру и уже не трогаем больше ничего нафиг все ломается к черту все вот есть первый персонаж его и настраиваем переходим настройки и здесь вторая проблема помимо того что урезанное меню персонализации да нету никаких не кастомных добавлений вообще ничего даже стандартные прически там бороды внешности и они даже урезаны то есть это не полностью не полное меню ну ладно будем пользоваться чем тем что он предлагается нам авторами как же это устроено когда во первых вы наверное заметили что персонаж почему-то изначально стоит к вам спиной ладно разворачиваем его начинаем настраивать и вы видите что он все время меня поворачивается потому что задействован поворот персонажа вместе с настройками то есть вы настраиваете персонажа а персонаж в этот момент отворачивается в ту или иную сторону в зависимости от того что вы делаете если вы ведете вправо персонаж отворачивается вправо если влево то персонаж отворачивается влево то есть запараллельно действие персонажа и действия настроек все это на одном видимо курсоре настроены и все вот но вы видите то что видите в общем то вот особенно это бесит в момент когда вам нужно настроить какую-то более менее точную настройку там высота кончика носа или подъем подбородка или ямочка на подбородке это все становится таким невыносимым занятием потому что ну вот он весь время крутится помимо того что на нем наложена анимацию среднем башкой вертит так он еще вместе с вашими настройками отворачивается в том направлении в котором вы ведете курсор какая-то очень хрень а не настройка и не меню персонализации ну ладно кое-как настраиваем персонажа и выходим в открытый мир открытый мир встречает нас вот такой вот нестандартные локации возле метрополитена и вот такой вот ознакомительной табличкой с которой начинается следующая проблема табличка то появилась авто появление курсора для того чтобы выключить эту табличку нету вот его просто нету и информация о том что курсор включается на тильду тоже нету то есть если вы не сразу догадались то будете еще на минуту бить кулаками или еще нажимать какие-то кнопки чтобы это штуковина исчезла ну ладно нажимаем тильду про которой информация нету выключаем на хрен эту табличку и идем к персонажу который стоит рядышком ну и данный песишка стоящий рядом с метрополитеном начинает для нас открывать линейку квестов но это я так громко сказал на самом деле никакой линейки квестов здесь нету и сейчас вы это поймете радует что хотя бы здесь сразу же есть по авто появление курсора когда выскакивает эта табличка диалога с энписейшкой авто курсор появляется то есть авто появление есть дальше начинается какая-то херня вообще никаким образом не ознакомительное не показательное и никакого отношения к проекту не имеющие данный персонаж предлагает мне отнести посылку другому такому же энписи шки чему это должно меня научить каким образом это должно ознакомить нас с проектом вот хрен его знает ну ладно что ж есть линейка какая есть такое будем выполнять идем к следующему персонажу который стоит здесь недалеко причем заметьте не предлагается взять в аренду транспорта до чтобы ознакомить где находятся эти точки как надо взаимодействовать как это выглядит нет нет просто иди и отнеси идем относим стоит точно такой же нпс-шка который говорит нам а теперь иди обратно тут взрыв мозга просто обалдеть какое квестовое задание она у меня просто ознакомил совсем сразу я сразу же во всем разобрался на самом деле единственное в чем я разобрался что это изнасилованная рыдака очередная друзья мои изнасилованная рыдака сквозь все текстуры прямо в баги как это положено ну ладно что же мы действуем дальше идем обратно к тому нпс который стоит возле метрополитена ну и здесь начинается вообще какая-то идиотская дичь которая меня просто выбесила дело в том что вот он нам предлагает пять тысяч долларов и говорит а теперь езжайте в автошколу и прокладывает маршрут посмотрите куда прокладывается маршрут прошу вас заметьте это видите да в на некоторых проектах там действительно есть автошкола она недалеко от аэропорта и там действительно на многих проектах ставится автошкола на некоторых проектах даже с интерьером вот туда нам прокладывается маршрут опять никакой информации о том что туда можно доехать нету нету такого чтобы вас ознакомили вот есть точки аренды возьмите мопед и поедите туда просто тупо вот езжать туда или беги туда ну нет я начал искать где же . аренды мопедов да она есть она есть и вот в этот момент когда я начал ее искать я понял это конченая рыдака причем настолько кончено и что ну вот вы сами все видите они не смогли победить даже телефон телефон и редаговский прямо на сто процентов который точно также криво показывает точки аренды потом я это может быть покажу если не забуду ну что ж выдвигаемся туда куда нам проложил маршрут этот npc до куда я попросил запомнить а то есть в автошколу рядом с аэропортом но подъезжая на точку которую отметил нам npc мы видим что здесь вообще нихера нету вот вообще нихрена нету маркер пропал и никакой точки взаимодействия здесь нету я объехал его по кругу я попытался даже войти я думаю может где-то здесь есть вход нет никакого входа никакого маркера здесь нету но недалеко находится лицензированный центр центр по выдаче лицензии это оказывается и есть автошкола именно вот туда нам надо ехать а почему-то npc прокладывает маршрут именно вот сюда и там в центре лицензирования не сказано что это автошкола может быть там выдается лицензия на оружие может быть лицензия на рыбалку бог его знает что это за лицензированный центр но оказывается именно он то и есть он является автошколой а маркер поставлен просто от балды вот просто воткнули его хрен знает куда езди мучайся ищи я постарался восстановить тот самый квест которыми дал npc но где его восстановить я не знаю я точно также попробовал найти хоть какую-нибудь информацию о том где находится центр лицензирования где находится автошкола нихрена нету есть только вот это вот меню которая очень бага на и вы можете заметить что я все нажимаю а ничего не происходит но нет через какое-то время все это отвиснет и начнет работать ну вот например да все картинки начали меняться но какое-то время вы просто ждете когда это меню тупо висит меню вообще не информативное но кроме доната все что связано с донатом там все крупное ясно красиво написано но где находится центр лицензирования где найти мне информацию о квесте который мне выдал npc ничего нету я так думаю что этот маркер здесь стоял изначально на 1 рыдаковской сборки поэтому его просто никаким образом не поправили а может быть не умеет поправлять но в дальнейшем я еще покажу маркеров нету но место есть и здесь такое повсюду но давайте двигаться в лицензированный центр получать лицензию ну и да как я предполагал центр лицензирования граждан находится вот в этой точке называется он центр лицензирования в общем-то понятно только не понятно что это еще и автошкола но здесь за основу взята американская система вот наверное откуда и название и название категории которые вы получаете ну естественно и центр не автошкола хотя npc назвал именно слово автошкола не лицензированный центр а автошкола и направил нас хер знает куда но здесь находится вот этот вот лицензированный центр где вы можете купить себе лицензию на право вождения того или иного вида транспорта но посмотрите нпс-шка дал мне 5000 и 5000 это минимальная стоимость лицензии причем на мотоцикл которая мне в принципе вот нахрен не нужна я изначально сказал что линейка квестов здесь вообще ни о чем она она не про этот проект она откуда-то взята я не знаю кто занимался разработкой квестов и линейки но я сказал самом начале что она вообще ни о чем она не говорит и не показывает нам какой информации про проект вот пожалуйста у меня есть всего 5000 и минимальная стоимость на мопед куда на мотоцикл тоже стоит 5000 вот на хрена она мне уперлась да вот на хрена козе баян спрашивается и вы можете подумать что сейчас линейка вот тебя потащит дальше и дальше тебе будут давать вознаграждение и дальше вы будешь покупать какие-то лицензии хрен там линейка квестов закончилась все больше ничего не будет все я же говорил что она ни о чем линейка квестов больше не продолжается наша задача получить вот эту гребанную лицензию категории д по моим далеко когда на мотоцикл потратить свои последние деньги что это такое кто это продумывал что это за идиотизм естественно я попытался сэкономить и не стал ее покупать ну нахрена мне в начале лицензия на мотоцикл если мопеды раздаются на точках аренды просто так вот нахрена она мне рабочих занятий связанных с мототранспортом нету здесь обычные рыдаковские электрик газонокосильщик доставщик почты обычный рыдаковские рабочие занятия здесь нету ни хрена зачем мне лицензия категории мотоцикл ну зачем все же остальные лицензии стоят 10 и соответственно 15 тысяч которых у меня нету у меня всего 5000 ну что ж я пошел искать способы заработка но прежде чем мы покоснёмся способов заработка конечно это уже смешно звучит ну ладно сейчас мы это все-таки рассмотрим я скажу что я все-таки сдал на категорию мотоцикл для того чтобы понять действительно линейка квестов закончится или нет да все после сдачи лицензии я не так и не смог найти кстати где она у меня никакой информации о том что я получил эту категорию у меня нету я ее не смог найти как я говорил меню вообще ни о чем меню персонажа ни о чем не в инвентаре нигде у меня права не появились ну хрен с ними я подошел опять к нпс чтобы попробовать продолжить линейку квестов но как я сказал она закончилась все дальше ничего не будет все до свидания поэтому я пошел в мэрию это же рыдака здесь устраиваться надо в мэрию но мэрия и место где надо устраиваться на этом проекте друг другу никакого блин отношения не имеют хотя в повествование если вы придете на место работы вам скажут что устроиться можно через мэрию вы придете в мэрию но в мэрии вы место трудоустройства не найдете его там просто нету а как его найти а хрен его знает но в мэрии нету место трудоустройства которое вас ведет телефон и телефон и место работы вас вас отправит в мэрию в которой место трудоустройства точки трудоустройства точки взаимодействия просто нету я обошел всю мэрию и и там просто нету я говорил да что есть места нету маркеров есть маркеры нету мест и так выстроен весь проект но все таки надо же как-то найти ведь это рыдака и в рыдаке трудоустройство происходит через мэрию ну через точку взаимодействия будем ее так называть бог с ним здесь мэрия это какой-то вообще отдельное строение которой ну ни о чем как же найти то вот как найти я пошел искать людей ну и люди мне подсказали здорово ребята как на работу устроиться куда устроиться хочешь в мэрии просто нету ничего куда обращаться там короче салон будет так куда нибудь я провелся точки это не могу найти куда идти там второй тату-салон то есть тату-салон 25 там короче левее будет такое здание а в стандартной работы как попасть ну и не знаю друзья мои поняли вы что-нибудь из этого объяснения или нет скорее всего нет да я и сам не понял и они не смогли мне объяснить достаточно хорошо идешь какому-то тату-салону около тату-салона поворачиваешь направо там на лошадях три дня находишь здание которое не отмечено на карте но ты его должен найти как раз таки вот в этом здании и будет чекпоин которого тоже еще нету вот там то и можно будет устроиться на стандартные работы слушайте но кто так делает а как вообще в голову пришло вот такую вот херобору изобрести и открыть проект как вообще не стыдно то вот делать вот такой проект и запускать на него игроков я бы сквозь землю провалился честное слово если бы это был мой проект в жизни бы не подумал даже не то чтобы открывать даже просто продолжать это дело не стал бы но тем не менее ребята согласились мне это оттуда подвести потому что объяснить это действительно практически невозможно ну и да действительно когда мы приехали там стоит вот этот банковское здание но она здесь не банковское здание может даже и банковское здание но точки взаимодействия для получения карточки я здесь не нашел но зато здесь есть . устройство на работу но как еще расскажу это место никаким образом на карте не отмечена навигатор ничто тебя сюда не приведет просто тупо вот есть такая локация догадайся как хочешь что здесь надо устраиваться на работу боже мой вот ну какой же это кошмар просто какой это кошмар как вообще приходит в голову открывать подобные проекты ну а список работ вы видите да помните вначале говорил да уникальные возможности уникальный мод где это все да где хоть что-нибудь то блин хоть что-нибудь то где зачем вы открываете такое позорище это не бета-тест это не альфа-тест это это я не знаю что как можно испоганить вот так вот рыдаковскую сборку и открытие я вообще у меня в голове это не укладывается поэтому я просто посмотрел на все что тут происходит развернулся и ушел так что на этом я буду заканчивать я считаю что это даже не проект это какие-то черновые наброски зачем это все сделано зачем это открыто зачем это называть уникальным модом зачем говорить про какие-то новые возможности когда вы не можете справиться даже с простой слитой с интернет и рыдакой вы ничего здесь не смогли сделать это откровенное вот это мой вердикт ну а если вам нравится данный проект пожалуйста заходите играйте исходя из информации в группе вконтакте как раз вас они и ждут а у меня на этом все спасибо всем кто посмотрел всего вам доброго и и Субтитры сделал DimaTorzok